Пожалуйста. Реальные жертвы информационной войны. Ростислав Ищенко. На Украине убили журналиста Павла Шеремета. Если бы в среду в автомобиле в центре Киева взорвалась хозяйка машины Алены Притула, в информационном пространстве Украины эффект бы был вряд ли большим. Зато реакция российских СМИ была бы куда менее драматичной. Массовой и долговременной. Все-таки Шеремета в Москве знали куда больше, чем Притулу. Фактически одним выстрелом было убито два зайца, накрыто информационное пространство двух стран, что резко увеличило эффект акции. И не первое, и увы, не последнее убийство журналиста дает нам возможность и повод оценить и обсудить ситуацию на фронтах войны информационной, которая в последние годы стала едва ли не более кровавой, чем война традиционная. И если раньше разговоры об опасности журналистской профессии можно было воспринимать как попытку саморекламы, то ныне это печальная реальность. Информация стала оружием. В данном случае мы сталкиваемся с неизбежным следствием изменения характера современной войны, которую давно уже называют гибридной. В операциях гибридной войны армии задействуются только в крайнем случае. В основном же ее стараются выиграть в информационном пространстве. Это ведет к уменьшению издержек победившей стороны. А проигравший несет значительно большие потери, чем в случае полной и безоговорочно капитуляции на поле боя. Чтобы подтвердить этот тезис, достаточно соотнести потери гитлеровской Германии в ходе 5,5 лет к Второй мировой войне 7-12 миллионов военных и гражданских по разным источникам и системам оценки. И потери, понесенные бывшими республиками распавшегося СССР за 2,5 десятилетия постсоветской истории. За это время население одной только Украины сократилось более чем на 10 миллионов человек. И это по официальным данным, которые, вероятно, занижены. Экономические же потери вообще не поддаются оценке. Тем более, что в большинстве постсоветских стран деградация экономики продолжается. Конечно, не все пропавшие жители бывших ССР погибли или умерли. Но десятки миллионов вынужденных мигрантов – бедствие, превышающее по своим масштабам великое переселение народов первых столетий нашей эры. За 300 лет на тех же территориях местожительства переменили племена общей численностью до 3 миллионов человек, что составляло менее процента тогдашнего человечества. А ведь есть еще Африка, Азия, Латинская Америка. Да и Европа давно утратила статус тихой заводе, в которую бюргеры-интеллектуалы заняты исключительно подстриганием газонов в промежутках между увлекательными туристическими поездками по всему миру. Только за последние 10 лет гибридная мировая война, важнейшей составной частью которой является война информационная, унесла миллионы жизней и сделала вынужденными переселенцами десятки миллионов людей по всему миру. У сотен миллионов уровень жизни резко в разы упал. И это еще далеко не конец. На грани гражданской войны балансирует дестабилизированная 70-миллионная Турция, вероятный развал которой добьет и без того трещавший по швам Европейский Союз. Он просто не справится с десятками миллионов новых мигрантов из Турции, из Ближнего Востока. А это дополнительные полмиллиарда потенциальных жертв, погибшие беженцы, обнищавшие мирового конфликта. Не мудрено, что солдаты такой войны также стали гибнуть в массовом порядке. Если информация стала оружием, сравнимым по своей мощи с ядерным, то и специалисты по применению этого оружия становятся первоочередными целями. Никого уже не удивляет, когда Израиль ликвидирует иранских ученых, участвующих в ядерном проекте. Уязвимость же журналистов в данной ситуации куда выше. Специалист информационной войны в качестве средства поражения может быть использован не только своими хозяевами против оппонентов, но и оппонентами против хозяев. В конце концов, главное правило гибридной войны гласит «Не важно, что произошло. Важно, кто первый и насколько убедительно успел придать новости нужную трактовку. Бей своих». Все еще помнят, как на Майдане в Киеве борцы против Януковича перестреляли несколько десятков, чтобы получить моральные и политические основания для свержения «кровавого режима». в кавычках. Все помнят, как российская оппозиция попыталась неудачно, правда, сделать из полуотставного политика Бориса Немцова, убитого вблизи Кремля, знамя борьбы с российским президентом Владимиром Путиным. И это было не первая, а скорее всего, и не последняя попытка. Стоит ли удивляться тому, что можно убить своего собственного наемного журналиста, чтобы обвинить в этом оппонента, против которого он работал? Заменить журналиста не так сложно. Большинство активных участников информационных баталий гибридной войны обычно лансхенты, лансхнеты, которых нанимателям совершенно не жалко. Наоборот, чем больше лансхнетов гибнет в битве, тем больше можно сэкономить на выплате жалования после сражения. А к следующему случаю можно нанять новых. В современном мире каждый, кто имеет доступ к интернету, является потенциальным пушечным мясом гибридных сражений. Там, где несколько десятилетий назад высококвалифицированные одиночки совершали бесконечные маневры, поражавшие специалистов своей красотой, продуманностью и законченностью, сегодня в бой идут толпы малограмотных, а то и вовсе безграмотных, мобилизованных. Причем, в отличие от солдат массовых армий, солдаты информационной войны даже не знают, что их мобилизировали. Они числят себя сражающимися за идею волонтерами, не замечая, как отстаиваемые ими идеи по несколько раз меняются на диаметрально противоположные. Отдельные знаковые лица, играющие роль сержантов и капитанов информационных подразделений, как сотники поросюки, играли роль полевых командиров Майдана ресурсом, чем неформально подчиненные ими топы политически озабоченных посетителей социальных сетей и мелкой полупрофессиональной журналистской массовки. Сержанты, лейтенанты и капитаны пехоты на фронте погибали чаще рядовых пехотинцев, они были заметнее, как лидеры. Аналогичная ситуация с мелкими полупрофессиональными командирами информационной войны. Незаменимых не бывает. Чтобы понять, насколько легко их заменить, достаточно вспомнить, что капитанами, майорами и подполковниками волонтерских нацистских формирований Киева и противостоящих им ополченцев Донбасса стали люди самых мирных профессий таксисты, парикмахеры, шахтеры, охранники магазинов и т.д. Практически никто из них не имел специального военного образования. Далеко не все даже просто в армии служили. Да и с обычным образованием у большинства были непростые отношения. И тем не менее они неплохо справляются с возложенными на них в рамках гибридной войны обязанностями. Главное же их достоинство абсолютная заменяемость. На место каждого выбывшего моментально находятся три-четыре новых. То же самое и с бойцами информационного фронта. У каждой стороны есть свой золотой фонд. Эксклюзивные единичные бойцы, которых берут и от которых берегут как зеницу ока. Своих стараются переманить на свою сторону или дискредитировать чужих. Ну а многотысячная массовка является расходным материалом. Причем чем ниже средний уровень журналистики, тем менее оснований у владельцев этот материал жалеть. А уровень предельно низок. Самые уважаемые СМИ самых просвещенных государств сейчас легко и быстро подхватывают и распространяют фейки, пропагандируют теорию заговора во всех ее вариантах. Происходит это от неспособности большинства журналистов оценить реальную правдоподобность информации. Люди вроде бы понимают, что Майдан в Киеве ослаблял Януковича, даже если бы был успешно подавлен. Но в то же время верят в то, что попытка переворота в Турции усиливает Эрдогана. Они не замечают логических разрывов в цепи своих рассуждений и чувствуют себя совершенно комфортно в имя же созданном противоестественном мире. Уровень ниже среднего. Собственно, информационная война для того и ведется, чтобы погрузить общество в сказку и управлять ими, находясь в реальном мире. Ну, а массовая армия, в отличие от профессиональной наемной, является частью общества. Наемник идет воевать, поскольку это его профессия. Массовая армия воюет за идею. Массовая информационная армия ничем в этом отношении не отличается от обычной. Поэтому массовая информационная армия сама должна верить в ту идею, которую пытается внедрить в общественное сознание. Следовательно, на нее распространяются все проблемы и риски, с которыми сталкивается подвергшаяся ее информационной агрессии общество. Более того, информационные бойцы, находясь на переднем крае, рискуют больше, чем среднестатистический гражданин. Так что, чем больше журналистов, блогеров и просто политизированных граждан задействовано в информационные боевые действия, тем ниже их средний уровень. Чем ниже средний уровень бойца информационного фронта, тем проще его заменить. Чем менее ценен ресурс, тем с меньшей рефлексией штабы бросают его в топку войны. Запасы информационных рекрутов безграничны. А это значит, что чем более гибридный характер будет принимать современная война, тем больше информационных бойцов будет гибнуть на ее фронтах. У меня нет хороших новостей для журналистов.